не хватать в речи. И знаете, что такое вообще, в принципе, идиома, да? Когда говоришь человеку идиома, он такой, what the heck? И ты такой не понимаешь, зачем она нужна. Значит, идиома это сочетание обычных слов в речи, да, которые вместе образуют некое новое значение. В русском языке мы очень часто эти идиомы используем, и закрывая сразу ответ на вопрос, вернее вопрос, нужны ли вам идиомы в речь или, в принципе, когда их нужно начинать учить, и, в принципе, нужны ли они? Однозначно ответ да. Нужны их, нужно учить, на них нужно обращать внимание, потому что в русском языке вы очень часто говорите, например, что-то проглотил язык, да, или стоишь как царевна несмеяна, но это больше сравнение. Так, что еще у нас? У нее золотые руки, да, или у него золотое сердце, или что там еще у нас? Показываешь свой оскол, да, типа скалишься, да, там огрызаешься, почему-то огрызаешься, и такого плана. То есть мы по-любому в русском языке их используем. И для того, чтобы ответить в принципе на любой вопрос, который касается языка, вам нужно прежде всего ответить на вопрос, а использую я ли это в русском. И когда вы начинаете вспоминать такие же конструкции в русском, вопрос сам по себе снимается. Окей? Здравствуйте, здравствуйте. Поэтому, поэтому начинаем с идиом и сразу забираем их в себе в речь. The first idiom, idiom number one. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Ваша задача посмотреть на картинку, которая максимально иллюстрирует эту идиому, и не просто на нее посмотреть и заучить, да, а понять, что она может значить. В картинке я максимально подбирала близкие к значению. То есть не просто, которая иллюстрирует, да, а что-то вот, которое еще и значение показывает. Вот думаем теперь, что может означать идиома smoke and mirrors. То есть мы видим на картинке женщину, да, отображение женщины. Мы видим зеркало, мы видим smoke. What is the smoke? That's like дым, да. О чем это идиома? Про что мы говорим сейчас? Из какой сферы вообще мы ее можем выудить, да? Зачем что-то неясное? Так, еще. В чем неясное? Неясное почему, да? Или в какой степени неясное? С какой сферы неясное? Неясное, это что-то приятное, когда мне сюрприз дают, и я, ну неясно, что там, да? Или что-то такое прям, вот что-то ты там хитришь. Пыль в глаза. Не совсем. А при чем здесь mirror? Зачем нам тогда зеркало видеть? Еще, еще, еще развиваем, думаем, думаем. Чем больше вы посидите на фразе, чем больше вы подумаете о слове, тем легче оно у вас упадет туда, в память. Trace of character. Ну, можно это отнести как trait of character, но это такое, знаете, такое очень отдаленное. Что-то с хитринкой, кусочек чего-то. Так, так. На самом деле, если я вам расскажу предысторию этого, этой идиомы, вы, может быть, пойдете что-то неясное. Так, пазл, хорошо. На самом деле, почему smoke? Иллюзионисты, когда показывают публике фокусы, да, они любят использовать всякие трюки. И что-то вот прям пускать пыль в глаза, вот такой прям ты там в пыли, в пыли, в пыли, да, и тут опа. Вот, собственно, вот эта идиома пошла из трюков иллюзионистов, когда они с зеркалами и спусканием вот этой пыли показывали тебе какую-то правду, да, которая на самом деле была неясной. То есть ты что-то сделал, да, или что-то произошло, но ты вообще не понял. Правда, неправда, да, соврали они, обманули, не обманули. Поэтому smoke and mirrors – это лапша на уши. So, this is smoke and mirrors, you know? This is smoke and mirrors. Пыль в глаза. Конечно, вы сейчас надавили на мою слабую сторону, потому что я на самом деле далеко не все идиома в русском знаю, поэтому пускать пыль в глаза – это скорее… Слушайте, ну подсказывайте, подсказывайте мне, потому что я не знаю, что такое пускать пыль в глаза. You know? Слушайте, а я вообще со своего аккаунта вышла или с аккаунта марафона? Почему мне менеджер пишет? Так, все окей? Я же в аккаунте марафона, ребята. То есть это прям, прям аж в марафоне даже. Ну напишите мне плюсик. Представляете, я со своего личного вышла, я такая про марафон. Ребят, плюс поставьте, что я в аккаунте марафона. Вроде я в аккаунте. Все окей. Что-то менеджер, значит, не видит. Да. Так, все, Наталья увидела. Все. Значит, лапша на уши. Короче говоря, лапша на уши. Когда вы пускаете, то есть когда вы пускаете пыль в глаза, да? Ну, наверное, пыль в глаза, да? Да, я думаю, что да. И когда вы очень много зеркал наставляете, да, обставляете настолько, настолько свою правду или слова, да, которые вы говорите, что ощущение, что вообще это does the complete bullshit, you know? That's why smoke and mirrors, запоминаем, как иллюзионисты напускают вот эту всю видимость, поэтому лапша на уши. Еще. Так, давайте the example. The example. The new budget isn't smoke and mirrors. It's an honest attempt to reduce the deficit. Ну, новый бюджет, это просто лапша на уши, это такой, it's the crap, you know? Это простая попытка сократить дефицит. Ну, не будем вникать в финансовые эти нюансы, что там, так ли или не так ли. Got it, got it. Проехали, пошли дальше. The next one. Я решила далеко не отходить от лапши на уши, и, а вы пока запоминаете, да? Помню картинку, помню ассоциацию иллюзионистов, обязательно эфир сохраню. Вторая идиома сразу window dressing, window dressing. И тут опять у нас работает imagination, почему же window, почему dressing, и что может быть такого, какое-то meaning behind the scenes, you know? Window, понятно, окно, да? Может быть window, витрина, имеется в виду. В данном случае речь идет про витрину. Dressing, особо dress, платье, принаряжаться, украшение витрины, организация витрины, все, что сюда входит, вот это все здесь, да? А теперь думаем, то есть первое прямое значение от идиома window dressing, это декорация витрины. Второе, window dressing, поскольку это декорирование витрин, да? Что может быть еще? Скрытый смысл, так, when a person goes, так, так, еще, 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 еще. Ну, в принципе, вы угадали, окей, давайте не буду я тянуть кота за хвост. There is something, what you discuss, you know? Бутафория, да, да, да. То, что ты прям декорируешь, заляпываешь, да, чтобы не увидели. То есть это мне очень напоминает, знаете, когда такой насорил, да, или бумажку бросил, или там еще чего хуже, знаете, что у меня такие плохие грязные ассоциации приходят на ум, что-то мороженое уронил, да, да, чем-то, чтобы хотя бы не было видно, такая, типа, типа, а-ля window dressing for you, yeah? And you're trying to, like, it's not me, it's not my fault, you know? So, that was the window dressing for me, or that was what a window dressing, you know? Ну, это что-то типа, ты что-то вообще несешь, да? Ну, это же, это же bullshit. И тут мы возвращаемся на первую idiому про smoke and mirrors, про то, что это, ну, своеобразная лапша на уши, да? Ну, эти два, две idiомы, они не сродны, не одинаковые, но они очень похожи, да? Когда человек пытается тебе что-то повесить и что-то прикрыть, а ты такой, держим, don't take it, keep it aside. So, examples, examples, explanation, давайте еще раз clear up, чтобы я ничего не пропустила. Something that is intended to make people like your plans for activities and to stop them seeing the true situation used to show this approval. То есть что-то, что намеревается или создано для того, чтобы людям понравился твой план, или что-то, чтобы ты им угодил, да? Но на самом деле это как замыливание глаза, вот, да, чтобы они на самом деле не увидели правду. Все вот эти памфлеты, да, и воспевания по поводу чего-то там, по поводу мола, это все замыливание глаз. Факт остается фактом, что новый мол нарушит вид neighborhood, да, вот этой местности. Предложение кажется ничем большим, чем просто замыливанием глаз. То есть он, типа, представился для того, чтобы просто, ну, не представился, предложил руку и сердце, чтобы, типа, вернуть хвостом, да, или чтобы, такие, показаться, показать из себя, построить из себя что-то, да, чем он не является. Вот, построить еще что-то. Critics say that they're organization... Показуха, да, 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 да. И, кстати, кстати, вот по поводу window dressing, по поводу поведения человека, если мы уже в человека уходим, да, есть парочка фраз, которые тоже очень современных, интересных, которые просто берете на заметку. Первое, это show off. Show, но это уже не idiom, it's just the phrasal verb. Show, понятно, показывать, да. Show off, это, типа, весь из себя такой показушный, да, это, типа, как сделала ногти. И такая, ой, девочки, или ой, что ты там сказала? Ты знаете, вот это вот showing off, когда ты, ну, прям, прям тычешь ними, да, или там новое кольцо, или еще что-нибудь. Это первое, show off, that is my window dressing. And the second one, больше сленговое слово, называется flossing, it sounds like flossing. Мы знаем нитку, которая чистит зубы, да, она называется floss, просто flossing, to floss your teeth. И flossing, это типа, как, знаете, когда чистишь зубы, ты же улыбаешься, и такая тиха. Ну, у меня такая ассоциация. Вот, и когда ты начинаешь вот это делать, ты, типа, расплываешься в улыбке, и начинаешь показушничать, да, то есть ты начинаешь вилять, прям, не знаю, флоссировать, что ли, you know. So, window dressing, this is the window dressing, you know. The next one, he's flossing, stop flossing, and why are you flossing, окей. Сюда же, кстати, еще одно слово, мне понесло, и тут Астапа понесло. Flaking, you know, stop flaking. This is, это типично сленговое слово, to flake, типа, тоже выделываться. Но flake изначально это хлопьяна. Вы знаете cornflakes, yeah, вы знаете flake of the fish, когда рыба приготовлена, она распадается на кусочки, вот этот вот кусочек, да, филей, вот это тоже называется flake. Так, значит, у нас был show off, floss, flake, and this is the window dressing. Единственное, что вот эти предыдущие были глаголами, а вот это, это существительное. So, what is it? What his behavior is a window dressing, окей. Так, разобрались, с этим разобрались, поехали дальше. Ага, guys, guys, планировала интерактивы, все, ни разу вас не спросила. I want you to apply that in your speech. Я хочу, чтобы вы это все применили теперь в вашей речи. Давайте остановимся на window dressing phrase, окей. И напишите мне буквально одно предложение, вспомнив себя, когда у вас ваше поведение, или поведение вашего друга, или кого-то, человека, который был, вот ситуация, которая с вами случилась, да, что для вас window dressing? Пока вы пишете, а вы уже набираете, я слышу, как шуршат ваши кнопки, объясню еще раз, почему это мега важно сделать сейчас. Потому что, когда ты фразу понимаешь, да, то есть, ну, окей, window dressing, ну, окей, там, что-то прикрытое, да, такое, типа, пытаются прикрыть правду, да, соврать где-то. Ты вроде как, ну, немножко подумал об этом мельком и забыл. Когда ты начинаешь обдумывать это в своем контексте, в контексте себя, да, перекладывать это все на родственников, на друзей, когда реально с тобой что-то случалось, потому что, вероятно, вы до витрин даже не доходитесь, если вы живете в деревне, да. Для вас слово витрина, в принципе, чуждое слово, ну, не потому что вы его не знаете, потому что вы его, don't touch, you know. Для вас эта фраза останется где-то, где-то там. Только я бы тут еще бы сказала И расшифровать, почему вы тут не можете его listen, you know. Потому что, может, он и правду несет, а вы там воспринимаете window dressing. То есть, например, I can't listen to him because he's trying to explain his jealousy, maybe, or why he broke up with the girl. Что типа такого. Так, еще. Guys, come on, come on, come on. Давайте. Я жду. О, I'm such a persistent teacher, you know, I'm pushing it. Yesterday, I ate an ice cream, then it fell on the ground. I tried to hide it. Uh-huh. I tried to hide it, but my friend saw it. It was like window dressing. Okay. But I like to hide it, like covering it with the grass, you know, or just putting there many layers of the paper, or, like, smashing that aside with my food. Something like this, yeah. My friend tells, or told me that he says, or said the truth. Tell the truth, yeah. Tell the truth. But I know that it is a window dressing. Good. My mom was window dressing my friend's birthday. Давайте по-детальней. Не понятно, почему window dressing. А может, это не window dressing. When you speak with your boss, you always use window dressing style. Mm-hmm. Okay. Window dressing style. Okay. I wanted to hide it under the grass. Yeah. 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 Absolutely. Good. Let's move on. Поехали дальше. Поехали дальше. Now, we are going to talk about, so this is number three. Number three. But, in fact, it's not the third one. You know, it's like maybe the fifth one or whatsoever. So, number three. This is the backseat driver. Я уже вам дала здесь название. Backseat driver. And now look at the picture and try to find out the meaning. Что такое backseat driver? Для тех, кто пониже уровня, рассказываю про составляющий, да? Что такое back? Это спина. Это зад. То есть все, что находится сзади. Сидь – это сидение, то есть водитель, который находится на заднем сидении. Вопрос. Почему он водитель, если он находится на заднем сидении, да? И how does the piggy, the driver, feel? My friend says he's fine, but I know it's all just the window dressing. Good. Because he didn't. She doesn't like my friend. Ага. Запасной вариант. Так. Гала Дали. Пассажир, который подсказывает, как везти машину. Отчасти согласен. И что? Можешь подсказывать хорошо, да? Когда обращаю внимание, например, на знак, который водитель не видит. Почему я backseat driver? Почему такой piggy, like angry, he's pissed off, you know? Ready to kill someone. Который мешает пассажиру. Абсолютно. Человек, который лезет на свое дело. I hate that. Okay. I hate commenting of the backseat driver when I drive. Okay. So, yeah. So, the backseat driver, это человек, который постоянно бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это тот, который... Тут поверни, тут не поворачивай. Тут еще что-то. То есть, комментатор постоянный, который очень мешает везти машину. Который раздражает, который дает ненужные советы, да? И, смотрите, тут очень важно поймать как бы концепт этой фразы. Первое, это касается не только машины. Это очень важно понимать и не ограничивать себя, знаете, шоры такие не ставить, как у лошади, только в машинном контексте. То есть, это первое. Это человек, который бубнит постоянно, когда вы с ним рядом. Okay. In my case, я сразу перекладываю на себя и говорю, что I used to be the backseat driver, you know? When I started just to have the common life with my husband, I used to be the backseat driver because I was always commenting on his movements, like, move there, don't move there, you know? Watch the sign, there is the pedestrian. So, I was commenting on constantly, non-stop. И это очень его раздражало на самом деле. И потом я поняла, что I better to shut up, you know? And nowadays, I'm just, I'm zipping my lips and saying absolutely nothing, even though there is, like, the critical situation, I have to, you know, be very super careful with him. Okay. То есть я сейчас вообще не маг, как рыба. That is the backseat driver in the context of the family, what did you just say? In the context of the car. Okay. Дальше. В контексте за машином. Это вообще, в принципе, человек, который дает подсказки, который лезет не в свое дело. И тут мы вспоминаем кого? Тещу, да? Мы вспоминаем друга, да? Мы вспоминаем вообще любого человека в нашей жизни, который просто стует нос на свои дела. You see? И тут вы вспоминаете о своих родственниках, вообще людях, которые это делают, да? И сейчас называется такой, знаете, как ярлыщок в магазине. Оп! И повесили на него меточку. Oh, you're the backseat driver. And you're the backseat driver. You know? So, now the question, not the question, but the task for you will be please give me the example who is the backseat driver in your life. Just, you might just write it, you know, a word. Можете просто словом написать or just say my... Who is that? Ah! Mother-in-law is the backseat driver. To be a backseat driver style of one of my friends. I hate cooking with my grandmother because she's the backseat driver in the kitchen. You're not even a good backseat driver. You're not even... Это уже, типа, ниже принтеса опустил, да? Ты даже... С тебя даже backseat driver никакой. Типа? Даже и посплетничать не можешь. Это когда жена управляет машиной, а может... Так. Hopefully. There is the glitch with my connection, guys. That's why that's just... I hope that's fine. Так. Это когда жена управляет машиной, а муж говорит, как это делать? О, типа, таков. Да, да, да. Но тут мы ролями, знаете, я жена, поэтому я своей с колокольни сужу. Вот. А вы уже со своей. Еще, еще, давайте, давайте активно. Вспоминаем backseat drivers of your life. Так. Я потеряла все картиночки. No, no, no. Ребят, давайте пишем, пишем. Механическая память это тоже память, которая работает на нас, которая работает на запоминания. И если вы сейчас напишите, значит, вы это с вероятностью запомните потом. Я как backseat driver for you, you know, in English. Так, жду, пока вы пишете, жду и продолжаю. Couple of not questions, but examples for you. She can't stand her friend being a backseat driver to her. Она не может выносить, то есть она не терпит ее подругу или друга, да, который просто постоянно зудит ей в уши и дает советы. Turn left, slow down, watch out for that car. Don't be a backseat driver, I know what I'm doing. То есть поверни налево, остановись, осторожно, там машина, да, и кто-то ей отвечает, ну, типа, хоре уже мне тут вливать в уши. Я знаю, что я делаю. Got it. When I make barbecue, all my friends are backseat drivers. You got it. You nailed it. You nailed it. You know, my husband says, мой муж постановит, by the way, just the window is open and I see my husband up there with the daughter like making the barbecue and he says, so I offer him like, would you like me to help you? And he says, the best help of yours is leave me alone, you know. То есть лучше помощи тебе это не мешать. This is the motto of our family life. That's right. That is true sometimes. Так, move on. Move on. This one is easy peasy. Easy peasy lemon squeezy for you. Такое, знаете, на chillax, чтобы мозг передохнул. Какая-то известная фраза, какая-то, которая означает, когда вы хотите ругнуться, но вы хотите такое вступление, reverence сделать, чтобы вас заранее простили. So what is it? И в русском мы, кстати, это калька, да, в английском калька русского, в русском калька английского, неважно, или калька с французского, it doesn't matter. Но что мы говорим, когда мы хотим? Ну, сорян, я сейчас ругнусь, но вы там на меня не обращайте внимания, и мы смотрим на картинку и догадываемся о фразе. Guys, waiting. Sorry for my French. Простите за мой фраз, она на английском. Еще. Давайте еще варианты. Почему я эту фразу взяла? Потому что достаточно много ошибок делается в такой простой фразе. Вот. И чтобы ее лишний раз вам напомнить, no more. Okay, let it be. Извините за мой слэнг. Ну, простите, мой французский, да. Pardon, идея, куда они покинули, куда они ушли. Pardon my French. Or you will pardon my French. Yeah, so pardon, sorry, doesn't sound well, you know. Pardon my French. Or you will pardon, you know. официально эта идиома звучит как you will pardon. Я, во всяком случае, ее чаще так встречаю. И это, значит, звучит как типа ну ты сто пудов простишь мой французский, да. Ты точно простишь мой французский, but, you know, и тут пошло такое трехэтажное. But, but, just in most cases you might say pardon my French, but your dish is the total bullshit. It's the crap. But, pardon my French. Окей, поехали дальше. Чё-то я тут не докрутила с картинкой, хотела замазать вот это face my music, but let it be. Очень люблю я эти картиночки такого рода, и вы их, кстати, если вобьете, вы их увидите, очень много идиом проиллюстрировано. Face the music. Понятное, да, произношение, то есть, не произношение, происхождение. Music понятное, музыкальный инструмент face, like face. So, if I am facing the music, what is that? What does it mean? Why should I face it, you know? to face, обратите внимание, кстати, кстати, пока вы пишите свои догадки, что, что это может значить, да, я скажу про слово face. Слово face это изначально существительное, как, как лицо, да, но в виде глагола это воспринимается как to face, like meet something, то есть, это как встречаться, да, пересекаться с трудностями. Хорошая фраза здесь face difficulties, face the person, как ты вот так столкнулся, да. Так, расплачиваться за поступки, face the music, так, хороший, хороший вариант, лезть, вранье с улыбкой, очень близко, you're too close, too close, а давайте так, довольный человек, не, это было бы слишком просто, face the music, и ты такой, ну окей, face the music, no, no, вспоминаем, когда, раньше, раньше, это, это идиома пошла от ситуации, когда, помните, короля, королеву, вот каких-то личностей знаменитых, их высмеивали, но шутки прямые были запрещены, поэтому их в песнопениях, в песнях, в куплетах, в каких-то аллегориях начинали высмеивать, да, и до сих пор у нас, ну у нас тоже присутствует, да, такой юмор в виде песни, и вот тот самый юмор в виде песни дал начало, толчок, вот это идиоми, face the music, so, if the person is facing the music, he is criticized, you know, частушки, да, но частушки не обычные частушки, да, такие злобные, да, вот такие прям въедливые, как мы их называем, сарказм, да, высмеивание, да, когда мы пытаемся с издевкой поддеть человека, нет, петь дифирамбы, это не про это, петь дифирамбы, это восхвалять, это позитивный контекст, когда мы полностью восхищаемся, admire, you know, but when you're facing the music, это значит, тебя высмеивают, но в скрытой форме, это то же самое, что, ну, это высмеивать в скрытой форме, то есть, там, ой, а кто это у нас такой там красивый выперсы на сцену, да, и тут один человек выходит на сцену, и кто у нас тут красивый выперсы на сцену, вот, и это, если на музыку положить, это будет, вот, she's facing the music, you know, то есть, ее критикуют, либо же the government faced the music, you know, нет, не взглянусь, нет, нет, так, не поняли, хорошо, давайте еще раз, давайте примеры, давайте примеры, а потом еще раз вернемся, так, it was hard to believe that it was almost time to face the music, например, так себе, да, now she can face the music, значит, это было, сложно было поверить, что пришло время теперь издеваться, да, высмеивать, давайте, давайте получше пример, if she lied to me, then she'll just have to face the music, вот, вот, если она мне соврала, значит, ее теперь нужно вывести на чистую воду, ее теперь нужно как минимум покритиковать, ее теперь нужно как минимум поругать, face the music, поругать, но в скрытой форме, давайте еще примеры, когда про президентов поют песни и говорят, он, он, типа, ему там 60 с кем-то, он правит страну уже там 25 лет, и он такой сикой, не называя прямых имен, это face the music, когда песня высмеивает какие-то острые углы, да, либо же, когда, это образное понятие, да, she's facing the music, это значит, я просто ее критикую, давайте без привязки к песням, окей, давайте без привязки, вот просто have the mental blank, забудем, и начнем сначала, сначала, she's facing the music, she's criticized, ее критикуют, окей, ее высмеивают, ее ругают, ее, ее, что там еще, порицают, я не знаю, то есть, вот, вот все такое, she's facing the music, то есть, она получает по заслугам, вот так вот, окей, celebrities often have to face the music, yes, yes, the president often has to, often, has to face the music, as well, the government, кто еще может face the music, I face the music, when I, gossip, you know, about someone, a lot of famous people, face the music, and humor show, absolutely, bingo, 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 но сама идиома, face the music, да, это не прямое, то есть, тебя ругают, тебя критикуют, я не говорю, тебя ругают, тебя критикуют, я говорю, о, про тебя там тролливали, говорят, да, вот типа такого, да, какая-то, такая вуаля, вы меня поняли? У меня проблема, знаете, в чем состоит? В том, что у меня английский язык лежит в голове в форме концептов, понятий, и, то есть, представить, сказать об этом на английском, я могу, объяснить на русском, у меня это иногда очень плохо получается, потому что, опять же, образы, и максимально, что я могу сделать, это описать вам мой образ, и, ну, как понять, поняли ли вы, это получить ваш образ в ответ, да, поэтому, just, I did everything I could, я надеюсь, что понятно, если непонятно, let me know, okay? Good, good. Нет, нет, это не лесть, это критика, это прямая критика, но я не называю, что ее ругают, критикуют, я просто на нее выливают ведро грязи, вот, вот, she's facing the music, вот так бы я сказала на русском. Так, так, поехали на revision, как называется у нас человек, который лезет к вам с непрошенными советами, небольшой recap, и мы продолжаем, быстренько, потому что у нас 20 минут осталось. Давайте, человек, который is nagging you, just saying, do this, do that, don't do this, don't do that. Guys, вспоминаем, вспоминаем. Baxi driver, bingo, bingo, bingo. Так, дальше поехали, пока вспоминайте и пишите, Baxi driver, лапша на уши. Кстати, про лапшу на уши не сказала, про лапшу на уши не сказала, еще есть хорошая идиома, хорошее идиома, bananas oil, bananas oil, банановое масло. Я не знаю, честно говоря, там какая-то история есть, предыстория, я никогда не думала, что из банана делают масло, но когда я загуглила, реально есть банановое масло, на удивление. Вот, поэтому bananas oil, this is one more. Smoking mirrors, good job, good job, good job. Молодцы, умницы, пошли дальше. Smoking mirrors, good, good. Так, the next one, the next one, шестое, bananas oil, да, bananas oil. Есть еще banana без s oil, but it depends, окей? Так, шестое, let's cut to the chase, let's cut to the chase. Сложновато звучит, объясняю. Значит, давайте порежем, дословно, давайте порежем до chase, это погоня, то есть, давайте, как мы дорежем до погони, максимальная картинка, максимально иллюстрирующая значение, и у нас уже есть тут спойлер, который знает этот идиома, молодец, да, на самом деле, перейдем к главному, абсолютно, перейдем к главному, все, let's cut to the chase, давайте-ка все обрежем, да, и сразу перейдем к погоне, то есть, давайте сразу к сути, давайте о главном, давайте по, 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 по сути, короче говоря, почему chase, почему chase, это идиома пошла со времен, когда появлялись фильмы, первая-первая, и самый интересный crucial момент там был, погоня на конях, вот помните, там, с развивающимися, там, гривами, волосами, это было самое захватывающее, люди, собственно, ходили на фильмы только ради того, чтобы увидеть эту погоню, эту сцену, и оттуда и произошло, давайте, слушайте, все вот это начало фильма упустим, да, let's cut it, и посмотрим саму погоню, let's cut to the chase, и обратите внимание, let's say, long story short, yeah, 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 let's say, let's cut, yeah, вот эту чаще можно, да, let's cut to the chase, let's cut to the chase, давайте, давайте, let's cut to the chase, let's cut to the chase, let's cut to the chase, но если представить картинку и 25 раз повторить, то она очень даже неплохо ляжет вам на, на язык, чтобы нигде не припинаться, let's cut to the chase, запомнили, да, погоню представили, let's cut to the chase, как обрезают фильмы, let's cut to the chase and discuss the main issue, absolutely, let's cut to the chase and end up the life, something like this, good, good, я не могла удержаться и не дать вам еще одну фразу, которая не входит в нумерацию, keep calm and cut the crap, да, короче, да, абсолютно, keep calm and cut the crap, ну, keep calm, упускаю, это просто мем такой, да, картинка, но cut the crap, вот тут как раз, давай уберем все лишнее, да, ты, типа, давай, снова, снова-таки, давай по сути, давай о главном, да, cut the crap, то есть, если в первой было, cut down, cut down, вернее, не cut down, let's cut to the crap, не сбивают комментарии, let's cut to the chase, я, давай вернемся к сути, то тут акцент идет, давай отрезай все лишнее, отрезай ненужное, examples, кстати, это сленговая фраза, вы понимаете, да, это фраза не для всех, это фраза для очень таких dudes mates, которые не обидятся и в узких кругах, либо же в фильмах, поэтому be careful, а та первая более official, just cut the crap and tell me what you really want from me, давай опустим все лишнее и скажи что-то от меня хочешь, окей, есть еще одна фраза, просто набрасываю вам, in a nutshell, то есть в двух словах, тоже когда я хочу очень быстро что-то сказать, окей, in a nutshell, I want money from you, you know, в фильмах сейчас, это сейчас, I cut the crap, в фильмах, окей, так, так, поехали дальше, это ясно, yeah, got it, got it, окей, дальше, this one, I bet you know it, I bet you do, но я ее не могла не взять, многие из вас, вероятно, ее знают, но я не могла ее взять, не взять, потому что очень ужина хороша, и в разговорной речи есть особенность в ее употреблении, давайте варианты, how does it sound, как звучит-то, Bob is my uncle, good, good, только не ankle, please, not ankle, ankle лодыжка, ankle дядя, так, окей, 45 минут, успеваем, Bob is my uncle, может быть, вы мне скажете, what does it mean? что значит, когда употребляем? Bob is my uncle, uncle, говорю, not ankle, сама сказала ankle, когда употребляем? Пока вы правильный ответ пишете, я не буду тянуть время, и вам подскажу, подкреплю ваши правильные ответы. So, Bob is your uncle, вуаля, и вот, и все, и сделано, да, and done, and that's it, и вот что типа такого, то есть я бы назвала это синонимом фразы, that's it, just, вуаля, yeah, examples, just copy the disk, and Bob's your uncle, окей, просто тебе нужно скопировать, and Bob's your uncle, or, and that's it, and you got it, and Bob's your uncle, окей, не то чтобы нет проблем, это типа, ну и сделано, и все, и больше ничего, да, for example, you want to eat, just take the meat, eat it, and Bob's your uncle, do you want to know English, learn the words, watch Zoya's life, and Bob's your uncle, or, do you want to have a cat, just go and buy it, and Bob's your uncle, examples, now your turn, guys, давайте теперь, ваша проблема, проблема, your turn, ваша, turn, ваша, ваша очередь, what is the Bob's your uncle, example, hit this button, and Bob's your uncle, which is the button, which is the button, just the button of the rocket, you know, learning foreign language, and Bob's your uncle, yay, in a couple of months, yeah, with the help of the table, of the grammar tenses, and Bob's your uncle, or, learn 12 English tenses, and Bob's your uncle, or, just read the instruction, Lego instruction, and Bob's your uncle, you got the, what, the toy, or, take the pill, and, do you have the stomachache, take the pill, and Bob's your uncle, button to subscribe, okay, okay, так, остальные я смотрю, lazy bones, прям не хотят писать ничего, но, окей, так, one more, you have to work your ass off, until you are blue in the face, and Bob's your uncle, success is knocking at your door, мне очень понравился этот пример, такой сарказм небольшой, you have to, have to, обратите внимание, сокращение, have to, yeah, ты должен работать просто до изнеможения, work your ass off, то есть выработать, отработать всю твою, свою задницу, да, до задницы наработаться, вот так вот, до посинения в лице, или, как мы говорим, до покраснения, видите, у них синеет, у нас краснеет, and, и все, success твой, то есть успех к тебе придет, то есть всего ничего, да, нужно попотеть и убиться, чтобы к тебе пришел успех, kind of a joke, you know, black joke, born, born the sun, plant the tree, and build the house, and Bob's your uncle, absolutely, ей, дело в шляпе, да, you just need to do more, and Bob's your uncle, но тут бы я раз расширила, more in what, more what, have to, have to, have to, have to, have to, почему так, быстро речи, сокращается, мы знаем, редукция, слияние и прочие дела, и вот, не have to, да, have to do, have to, have to, have to, и оно сокращается до этого звука, соответственно, этот звук, уже калька идет на письменное сокращение, и получаются вот такие вот слияния гибридные, да, на первый взгляд, но тем не менее, такое привычное, the usual case in the language, так, давайте немножечко, revision, the small revision, a very little one, как скажем, перейдем как к сути, давайте перейдем к сути, а, что вот тут уже, кстати, можно на эфирах, на лайфах, что ты трындишь, там, рассказываешь про свои, курсы еще, давай к сути, я очень часто на эфирах вижу, вот можно, кстати, писнуть, идиомкой блеснуть, так, ребят, как скажем, перейдем к сути, вспоминаем фильм, да, который резали из-за погони, о, Simsdale, Кембридж, congratulations, умница какой, ну, с такой-то мамой, let's cut to the chase, good job, let's cut to the chase, great job, great job, молодцы, так, let's cut to the chase, умницы, хорошо, поехали дальше, I like it very much, да, да, cut to the chase, молодцы, да, keep calm, and all that jazz, all that jazz, такая музычка пошла, и мне очень нравится эта фраза, потому что она легко ложится, по моему мнению, не буду вас томить, и скажу, что and all that jazz идет ко всему, что вы перечисляли раньше, etc, да, только на письме ATC, да, мы пишем, ну, вы смотрите, тоже можно, etc, yeah, но более разговорный вариант, and all that jazz, you know, oh, to cook, to cook, что там, salad, you need tomatoes, cucumbers, greens, oil, sunflower oil, and all that jazz, you know, and just, I don't want to continue, or, like, what do you need to do, oh, I need to brush my teeth, brush my face, and all that jazz, ну, и все такое, которое ты уже понимаешь, да, and what not, and the like, yes, yeah, absolutely, yeah, 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 and all that jazz, and all that jazz, we spoke about, like, couple of videos, and all that jazz, you know, nothing, nothing special, так, поехали дальше, I'm trying to hurry up, because just, chop, chop, you know, we've got eight minutes, number nine, и все такое, да, 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 и прочее, number nine, what is happening up here, что здесь происходит, что здесь происходит, думаем, и что это может быть, надо будет у себя в профиле такой эфир сделать, я чуть прям забросила совсем идиомы, вот, так что думаю, что сделаем мы такое же продолжение, you have to do the dusting, do the dishes, and all that jazz about the house, yeah, что-то пилят, I saw it cutting the table, the saw is cutting the table, it is, but what is it cutting off, so the key word is cut what, the corner режет угол, так, so to cut corners, or cut the corner, if the person is cutting corners, то есть what might it be, то есть когда кто-то обрезает углы, давайте сразу решим коннотацию, позитивно-негативно, о чем идет речь, о чем-то приятном, да, cut corners, it's like, может быть, там, романтическое свидание, да, и он там, speed up, что-то, или это негатив, убрать лишнее, ну, это тип, наверное, больше позитив, да, что-то делят, не совсем понимаю, как это с дележкой связано, избавляться, негативное, так, так, смягчить, окей, so to cut corners, срезать углы, да, мы можем срезать углы по разным поводам, да, первое, это упрощать что-то, то есть when you are cutting corners, представляете себе поле, да, вот у меня сейчас такая местность, она полуобжитая, и есть тропинка в обход, но она дальше, а есть через поле, через weeds, да, через ям, но она короче, вот когда я очень спешу, I can cut the corners and get there faster, you know, то есть cut corners, срезать, да, обойти углы и пойти быстрее, сделать что-то быстрее, окей, сократить путь, да, но это, это, только в моем случае, сократить путь, это, вернее, не так, cut the corners, это и в том числе перевод, как сократить путь, если мы говорим в контекст дороги, да, в контексте дел, например, cut the corners, это что-то сделать наспех, да, когда, например, салат вы делаете, и, ну, как обычно, да, мы берем помидор, наполовину, потом его там на несколько слайсов, вот так, так, а человек, который cut corners, он обычно берет помидор в руку, на три части половину, и готово, этот огурец берет, там, на три дольки, да, три этих, и готово, да, то есть, вот салат получается с такими кусками, но затохи cut corners, you got it? то есть, когда ты пытаешься очень быстро что-то сделать, ты cut corners, и это не совсем хорошо, да, смотрите, объяснение, to save time, money, energy, by doing things quickly, and not as carefully as you should, и в этом проблема, и в этом key point, потому что cut corners, это нехорошо, это негативный контекст, for example, don't try to cut corners, when you are decorating, не спеши, то есть, не, то есть, когда ты декорируешь, да, не спеши, вот так вот, don't cut corners, не спеши, не подавайся в спешке, не делай тяп-ляп, вот, ну, что-то типа такого, окей, сократил время заодно, да, ну, смотрите, еще раз повторяю, сократить время не в позитивном контексте, то есть, какой я молодец, как быстро я все сделал, а я-то быстро сделал, да, ну, кажется, страдает, I'm cutting corners, это очень важно понимать, he decided to cut corners, and didn't finish his homework, he decided to cut, Ириан, ну, тут надо понимать, вторичная выгода, he decided to cut corners, and didn't finish his homework, but he managed to, там, to come to the party on time, for example, yeah, что-то такого, то есть, что пострадало, пострадало homework, аж в чем он бенефилит, в том, что он вовремя пришел на пари, не беги вперед паровоз, if it's rough, the manufacturer has cut corners by not sealing the back edge, if I cut corners, I have something left on Saturdays, Saturday to go shopping with, вот, смотрите, вот, давайте разберем с вами эти варианты, if it's rough, если на ощупь оно грубо, да, вот, когда побелку трогаешь, да, вот это rough, производитель очень спешил, да, или сделал тебя пляп и не заделал, да, back edge, то есть, зад не обработал, but he was cutting corners, это, кстати, применимо к furniture, да, когда вы видите недостатки, дальше, если я cut corners, если я обрублю ненужные мне траты, у меня, у меня что-то даже останется на shopping, Saturday shopping, то есть, если я буду немножечко, cut corners, обрежу лишние траты, которые у меня есть, я save money, и вот тут cut corners как раз имеет позитивную коннотацию, да, не просто схалтурить, схалтурить, хорошее слово, вот оно, схалтурить, тут, тут я выиграю, да, потому что у меня деньги останутся, так, у меня осталось минуты 50, давайте дочитаем, one airline was accused of cutting corners on safety, авиалиния одна, да, какая-то там, ее обвинили в том, что она сэкономила на безопасности, вот cut corners, опять же-таки, схалтурили, люди халтурят, что там они cut corners, как это можно привести, создавая новые пути, да, и нанося урон зелени, да, то есть они в ущерб делают, так, guys, чтобы у нас, не успела я с 10-й идиомой, так и стало, но тем не менее, много мы сегодня не успели обсудили, thank you for your active participation, халтура, да, да, я буду рада видеть у вас у себя на странице с удовольствием, будем, я буду искренне рада знакомству вашему, вашему присутствию на моих эфирах, которые очень часто достаточно проходят, вот, смотрите пропущенные эфиры, обязательно заходите, короче говоря, буду рада дружить, про условия розыгрыша, моего подарка, я расскажу чуть позже, уже не буду здесь время заниматься, в общем, все будет в сторис, окей, спасибо вам огромное за вашу активность, это очень ценно, и я рада работать в команде, thank you very much, take care, see ya, see ya, Продолжение следует...